Что на данный момент происходит с рынком эзотерики, почему многие специалисты начали бить тревогу и говорить о том, что рынок закрывается. И действительно, я уже от нескольких специалистов слышала одно и то же. То, что в ближайшем будущем рынок эзотерики будет закрываться, схлопываться, все, крах, фиаско, останутся буквально единицы. Сразу скажу, что я с этим не согласна, сейчас объясню почему, но давайте по порядку. Давайте так, с чего вообще такие выводы? Ну, потому что люди стали неохотно покупать их курсы, продукты, какие-то услуги. То есть, если раньше люди готовы были влезать в долги, в кредиты ради этого, то сейчас они это делают уже очень неохотно. Плюс я постоянно вижу в рекомендациях вот эти истории, где люди рассказывают свой опыт в эзотерике и о том, что вот в этом году они уходят с эзотерики. Обосновывают они это разными причинами, но в основном это то, что они стали более осознанными, более ответственно стали относиться к своей жизни. Но на самом деле это все фигня. Я просматриваю в этом совсем иные причины и здесь вообще не про ответственность. Во-первых, многие из них, у нас есть такой стереотип почему-то, что в эзотерике можно очень быстро и легко, как бы в легкости зарабатывать большие бабки. И многие из них и шли как бы в эту эзотерику ради того, чтобы по-быстрому и по-многому срубить бабла. Но не получилось, увы. Вторая причина, она связана с ограничениями. Потому что все мы видим, просыпаешься с утра и постоянно что-то у нас ограничивается. То ютубы замедляются, то VPN-ы там собираются прикрывать, выделяются громадные деньги. Мы видим постоянные какие-то угрозы свыше о том, что хотят то запретить рекламу эзотерики, то может быть вообще хотят запретить эзотерику. Хотя, опять же, как это все будет реализовано, по факту непонятно. Это вторая причина, потому что продвигаться становится сложнее. И еще одну причину, вот я озвучивала ее ранее, это то, что стало трудно втюхивать свои продукты. О чем это? О том, что все предыдущие года мы что наблюдали? Что достаточно было создать что-то, какой-то курс на коленке, грубо говоря, красиво его упаковать, презентовать, прогреть. И люди были готовы платить любые деньги, скупали вот тут же моментально. А сейчас нет. Вопрос, как вы думаете, почему? Да потому что многие просто откровенно разочаровались. И они не хотят больше платить большие деньги за то, что содрано с учебников по факту. Зачитаю, что пишут люди, это реальные отзывы. Люди перестали покупать, потому что стало понятно, как низка вероятность получить действительно глубоко проработанный материал. 90% учат тому, что и так гуглится или просто очевидно. Чеки растут, а уровень материалов нет. Следующий отзыв. Раньше люди верили, что покупают что-то стоящее. А теперь уже на своей шкуре проверили, что им впаривают полную хрень, да еще и в кредит. И нафиг это надо, спрашивается. Люди более осознанно, более вдумчиво теперь подходят к тому, что они употребляют, что они покупают и где они это покупают. Поэтому рынок эзотерики, если закрывается, то вот я считаю для таких специалистов, которые привыкли впаривать что-то по-быстрому, под видом какого-то эксклюзива, но по факту там вот ноль. Далее, если даже проанализировать, что сейчас происходит со спросом на рынке эзотерики, то он как вот начинал расти с 2019-2020 года, он так и растет. Давайте вот прям по годам у нас, получается, вспыхнул интерес к эзотерике особо так заметно с 2019-2020 годов. Время пандемии, когда все находились на самоизоляции вынужденной, много времени появилось у людей. Кто-то пытался отвлечься от каких-то вот этих событий в мире, да, переключиться на что-то другое и шел, обучался к ним-то новым навыкам. Кто-то шел именно для заработка обучаться. Далее наступает 2022 год. Опять же, военные действия, в состоянии кризиса многие находились, тревожность, нет опоры в завтрашнем дне, и люди идут искать поддержку куда? В эзотерику. Кто-то идет, опять же, обучаться новым навыкам, чтобы на этом зарабатывать. В 2023 году рынок услуг эзотерики достиг вообще громадной цифры 2-3 льона рублей. Чуть больше было потрачено на еду 2,1 триллиона рублей. Этот год, 2024. Смотрим, вот недавно только была новость, аналитики ее-то проанализировали трафик. Выявили, что большая часть населения интересуется эзотерическими услугами, то есть спрос он продолжает расти. Что, кстати, интересно, там еще у них есть аналитика по городам, и что мы увидим там, какие города лидируют, такие как Нальчик, Грозная, Любовь моя. То есть те города, где в силу каких-то, по идее, религиозных вещей и особенностей, трафик должен быть снижен к эзотерике и к таким порталам. Но нет. Получается, что спрос он как был, он так и растет. И даже вот по таким городам, где, по идее, он должен был снижен быть. Причина, на мой взгляд, в том, что просто проходит время поверхностных экспертов, люди разочарованы вот этой экспертностью в кавычках, потому что ее нет. И действительно нужно очень хорошо порыскать, поискать, чтобы найти что-то действительно стоящее от таких действительно единицы. Я, кстати, очень часто смотрю, что вообще продают и предлагают другие астрологи, другие тарологи. И что я вижу, что многие просто действительно берут количество. То есть там, например, разбор натальной карты может стоить тысячу рублей. Но что это за цена такая, блин? Мне, как человеку, вот уже знающему, что это такое, сколько на качественный разбор уходит времени натальной карты полноценной. Да даже одну сферу, чтобы разобрать, у меня уходит минимум три дня. И я вот полноценно три дня занимаюсь только разбором одной карты. А тут она предлагает, например, за тысячу, а то и дешевле. Разбор там полной натальной карты, различных сфер натальной карты. Ну и о каком там вообще качестве может идти речь. Но клиенты же, они многие не понимают, они еще там, где дешевле. Они думают, что они покупают вот то же самое, но дешевле. Но нет, а потом разочаровываются. Многие, кстати, в комментариях, когда читаешь, тоже, конечно, такое, что еще какая жалоба. То, что они покупают, например, они же по дешевке покупают. Тысяча там, тысяча тут. Вместо того, чтобы один раз заплатить и что-то качественное купить. И они потом рассказывают то, что вот у той купил, у этой. И все вот одинаково, как по шаблону, теми же самыми словами, как будто бы. Я вам скажу, почему так получается. Потому что есть такие курсы, я даже лично сама натыкалась и видела, где они продают уже готовые шаблонные ответы. То есть вам фактически вот с этих шаблонов все и копируется, я так понимаю. Особенно, кстати, матрица судьбы касается. Я даже рада, что если рынок будет очищаться от таких специалистов, которые берут количеством, а не качеством. Интересный момент, кстати, если вы вспомните, под каким арканом вообще проходит вот этот 2024 год, там же получается восьмерка справедливость. Вот может быть как раз все встанет наконец на свои места. А если посмотреть, под каким арканом пройдет следующий год, то мы увидим, что там отшельник. Отшельник это всегда про более глубокие, более качественные знания, про духовный рост, про развитие, про самокопание, саморазвитие. То есть навряд ли, я думаю, рынок эзотерики прям закроется для всех. Ну, не знаю, как вы думаете, делитесь в комментариях.